Надежда Юрченко возглавляла Управление культуры района. Именно благодаря ей появился Пушкинский праздник. Она стояла у истоков создания Захаровского музея. Великолепная была самодеятельность в районе. Великолепная. Около 30 хоровых коллективов только. Но тогда были конкурсы, смотры. Поэтому в совхозах это все было. Сейчас другое время. И оно требует другого времени. Но я слежу. Я слежу, потому что проводят также и конкурсы, и все. А в домах культуры, раз смотрю, конкурсы проводят, значит живут. Хрупкая, невысокого роста женщина с невероятной жизнерадостностью и энергией притягивала к себе единомышленников. Она в каждом человеке старалась найти изюминку. Так в районе появлялись новые творческие коллективы. Вот этот вот контакт между культурой и образованием, мне так кажется, что он сложился благодаря тому, что Надежда Ильинична очень хорошо понимала нужды образования. Сама она человек образования, потому что она учитель по образованию, понимаете. И поэтому у нас был очень тесный контакт. И несмотря на то, что она в 85-м году уже не стала заведующей отделом культуры, у нас до сих пор сохранились теплые, хорошие отношения. Она очень творческий человек. И как она говорит, я люблю культуру. Это ее слова. И вот действительно она очень много сделала, вот как будучи начальником. Большая и содержательная жизнь, вот на мой взгляд, она дается как награда человеку. Вот за ее душевные качества, за ее расположенность к людям, за ее необыкновенно тонкую организацию душевную. Потому что работники культуры, они же все гении, они же все незаурядные. И найти с каждым из них общий язык, чтобы раскрылись все его таланты, это дано немногим. Вот Надежда Ильинична, она обладает такими качествами. Надежда Ильинична, богатая бабушка и прабабушка, внучка Юлия, стала педагогом. Сегодня ювлярша мечтает только об одном, чтобы родные и близкие были здоровы и дружны. На самом деле она командир, да, и в хорошем смысле она организовывает семью, она организовывает праздники. И сейчас, собственно, то, что это торжество в ресторане, а не дома, это ее затея. Она сказала, я хочу ресторан. И она сделала все, чтобы эта встреча сегодня в ресторане состоялась, как бы ей не было тяжело. Ну, физически, как бы она не скучала по тем, кто не может сегодня прийти, но, тем не менее, она собрала всех здесь. 90 лет – это серьезная дата. Это большое счастье дожить до таких лет и продолжать оставаться активным, энергичным и позитивным человеком. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.